Некоторые живут здесь почти 50 лет, но ровного асфальта и нормального освещения в своих дворах не видели долгое время. Наконец, дождались. В прошлом году в рамках программы «Двор, в котором мы живем», здесь установили детские площадки, ограждения и новые световые опоры. Очень мы рады. Свет у нас теперь, мы не боимся. А раньше было так темно. Тут ямы на яме было. Сейчас вот сами видите, какая благодать. Большое спасибо. На достигнутом не остановились. Уже в этом году приступили к ремонту внутриквартального проезда на площади 2500 квадратных метров. Здесь расширили проезжую часть, обустроили места для парковки, тротуары, почти завершили устройство бортового камня и уложили новый асфальт толщиной в 5 сантиметров. На это потребовалось около трех недель. Все замечания и пожелания общественности подрядчик старается учитывать. После этого подрядчик вывозит весь строительный мусор. По окончанию работы производится отбор кернов на лабораторные испытания. И в случае положительных результатов уже происходит оплата данных видов работы. Согласно муниципальному контракту, заключенному с департаментом благоустройства, на выполненные работы гарантия 5 лет. То есть в течение пяти лет мы несем ответственность за данные выполненные работы. В случае, если возникнут дефекты, подрядчик обязуется устранить их за счет собственных средств. Работа почти закончена. Осталось лишь завершить устройство бордюра, вывести строительный мусор и отсыпать газоны за бортовым камнем. Но местные жители уже довольны. Говорят, теперь путь к детскому саду, школе и местной поликлинике будет комфортным. До конца года в Кировском районе будут охвачены ремонтом 15 дорог. На шести внутриквартальных объектах работы выполнены полностью или находятся в завершающей стадии. На внутриквартальных территориях Самары с основным объемом работ специалисты уже справились. По 48 дворам из 60. Сверхплана на дополнительные средства планируется взять в работу еще 11 внутриквартальных дорог. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События.